Во времена СССР легковой автомобиль считался скорее роскошью, нежели средством передвижения. В личном пользовании собственный транспорт был далеко не у всех граждан. Примечательно, что еще в 20-е годы прошлого века энтузиасты занимались сборкой самоходных повозок, которые не шли ни в какое сравнение с машинами, собранными на заводе. И тем не менее, такие самоделки активно эксплуатировались. Сегодня поговорим о некоторых таких умельцах и их творениях. Автомашина Труд. Ее автором был Олег Кучеренко, закончивший сборку своего творения к началу 60-х годов. Абсолютно все детали, начиная от кузова и заканчивая самыми незначительными элементами декора, изготовлены вручную, как говорится, с ноля. Примечательно, что машина была создана с применением только лишь обычного сварочного аппарата и элементарного набора инструментов. Машина выглядела феноменально, причем многие не верили, что собрана она в обычном гараже, настолько качественной была сборка. Тритон. Автомобиль-амфибия. Также являясь самоделкой, эта лодка с колесами была создана для старого катера с интегрированным мотором от 21-й «Волги». Конечно, подобные проекты были и ранее, однако сам факт, что в простой мастерской Дмитрием Кудрячковым был создан аппарат, способный развивать внушительную скорость как на воде, так и на суше. Внешнюю облику Тритона был специфичным, но это не помешало машине завоевать всенародную любовь. Уже в процессе использования создатель модернизировал раму этой лодки, придав ей устойчивость на большой скорости. Говоря об этом параметре, Тритон по суше мог ехать 120 км в час, а по воде шел внушительные 50 км в час. Лаура. Детище Хаинова и Парфенова. Впервые показано широкой публике на тематическом мероприятии в Болгарии. Там зрители долго отказывались верить, что это самодельное транспортное средство, которое в середине 80-х годов собрали два человека. Планы постройки Лауры ее создатели вынашивали еще со школьных лет. Тогда они решили построить спортивный автомобиль будущего. Им это удалось, ведь детали, такие как гоночное кресло и большое количество кнопок, говорили сами за себя.